В республике успешно работает филиал фонда защитники отечества. Побольше трех тысяч человек уже получили помощь специалистов. Глава республики поручил не сбавлять обороты. Это праздник, который объединяет православных людей по всему миру. Православные отметили один из древнейших христианских праздников – крещение Господне. В ночь на пятницу торжественные богослужения провели в храмах и монастырях республики. По традиции совершили крестный ход и великий чин освящения воды. Нам создают все условия для того, чтобы мы работали настолько хорошо, насколько это возможно. Сегодня в России день аспиранта. По всей стране чествуют молодых ученых. Как они отмечают свой праздник и на пороге каких открытий стоят – расскажем в выпуске. Несколько часов назад ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. По предварительной информации погибли 25 человек, в том числе дети. Есть раненые. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соболезнования выразила глава республики. В своем телеграм-канале Сергей Миняйло написал – нелюди в очередной раз обстреляли Донецк на обычных мирных людей. К другим темам. 93 молодые семьи в прошлом году улучшили жилищные условия. Сократить очередь можно, если увеличить финансирование. Об этом в Москве на рабочей встрече говорили глава Сергей Миняйло и министр строительства России Ирек Файзулин. Стороны обсудили и первоочередное право на господдержку участников СВО. Еще один важный вопрос – переселение из оползневых зон. Ранее решить проблему Минстрою РФ поручил Владимир Путин. Она актуальна и для Северной Осетии. В Моздокском районе 159 домов под угрозой разрушения. Речь шла и о строительстве нового микрорайона во Владикавказе. В проекте предусмотрели социально-инженерную и дорожную инфраструктуру. Говорили и о формировании комфортной городской среды. В прошлом году в республике привели в порядок 42 общественные и 43 дворовые территории. Также с 2019 года почти полторы тысячи человек переселили из аварийного жилья. Отдельно Ирек Файзуллин и Сергей Миняйло обсудили подготовку кадров для строительной отрасли. Поддержать участников боевых действий, их семьи и тех, кто потерял родных в зоне СВО. Такую задачу поставил глава Сергей Миняйло. Напомним, в республике работает фонд «Защитники Отечества». На сопровождении там сейчас 3350 человек. По словам директора Марины Хитагуровой, возникающие вопросы специалисты решают оперативно. Чаще всего людям нужны юридические консультации. Сергей Миняйло поручил помогать так, чтобы заявителю больше не нужно было никуда обращаться. Также участникам СВО и их семьям положены льготы и социальные гарантии. Мобилизованные военнослужащие 58-й армии, заключившие контракт с Минобороны, а также раненые семьи погибших получают единовременные выплаты. Меры поддержки предусмотрены также в сферах здравоохранения и образования. Создание всех этих фондов, организации работы – это не самоцель. Нам важно, чтобы люди не чувствовали себя брошенными. Тем более тех, у кого произошло горе, тех, у кого погибли, родные и близкие. И мы обязаны сделать все, чтобы они почувствовали заботу государства. Выстроить открытый диалог и решать конкретные задачи теперь станет проще. На проспекте Коста 234 заработал штаб общественной поддержки. Туда может прийти любой желающий со своим вопросом или предложением. Депутаты парламента будут вести приемы. Там откроют и юридическую консультацию. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Кроме того, организуют тематические и дискуссионные площадки, мастер-классы для взрослых и детей. Штаб открыли при содействии «Единой России». В мероприятии участвовал Сергей Минейла. Глава вручил благодарственные грамоты волонтерам, которые собирали и доставляли гуманитарную помощь в новые регионы страны и бойцам в зону спецоперации. Глава вручил благодарность тем, кто принимал в этом участие, кто это делал. И теперь осталось только дело за маму. Наладить его работу. У нас депутаты парламента проводят прием по личным вопросам. Правильно, да? Вот место, где можно проводить. Давайте его сделаем таким центром поддержания. Занятия музыкой, спортом и даже свой театр – все это есть в новом детском саду, который открыли в заводском. Здание двухэтажное, рассчитано на 280 малышей. С просторным пищеблоком и медицинским кабинетом. И главный сюрприз – бассейн. Во дворе игровые зоны с качелями, беседки и прогулочная зона. С условиями ознакомился Сергей Миняйло. В целом глава остался доволен, но отметил, нужно больше внимания уделять полилингвальному формату обучения и внедрять его по всей республике. Еще что-то сделаем. Тут по факту. Но все равно дети здесь находятся. Все равно здесь есть хореография. Нашим танцам получат детей. Тоже вот такие есть секции. Есть спортивные танцы. Спортивные, ну для детей есть там, родители занимают там секции какие-то и так далее. А здесь должна быть общеразвивающая такая вещь, да? Что для этого надо? Ничего не надо. Хореограф есть, детский сад есть, хореографический зал есть. Осталось только обязательно. Для детей это в виде игры будет. Детский сад в заводском построили по нацпроекту «Демография» в программе развития образования. Общая площадь почти 8 тысяч квадратных метров. В первый день там зачислили 33 ребенка, а рассчитан он на 15 групп. Объект уже оснастили всем необходимым оборудованием. 19 января миллионы верующих отметили крещение Господне. Ночью в храмах провели торжественные службы, а после соборной молитвы по традиции совершили крестный ход и чин освящения воды. В крещенских купаниях традиционно участвовали сотни жителей республики. Для обрядов омовения оборудовали специальные купели. Моя коллега Лидия Цахилова побывала в Оландском Свято-Успенском мужском монастыре и расскажет, как там православные отметили светлый праздник. Час до начала службы, а в Оландском Успенском мужском монастыре уже сотни верующих. Вдоль дороги длинная очередь из автомобилей. Ровно в полночь божественную литургию начал архиепископ Оландский и Владикавказский Герасим. «Благодать Господа и Бога, и спаса нашего Иисуса Христа, и любые Бога и Отца». Помолиться, поставить свечку, причаститься и еще раз почувствовать эту удивительную атмосферу приезжают семьями и компаниями друзей. Алина Алиева на крещение Господне в Феогдоне не впервые. В этот раз девушка в крещенских купаниях не участвовала. Но службу, разумеется, отстояла полностью. Облегчение, как бы здесь себя человек вообще по-другому чувствует. Вот, как бы, легкость бывает. После такой процедуры вообще очень, как бы, и закаляет, и не болею. В общем, очень хорошо себя чувствую. А вот Сергей Трунков специально приехал из Санкт-Петербурга, чтобы трижды окунуться в купель. Вообще, в самом высокогорном храме России православный из разных уголков страны, разного возраста и национальности. Но этой ночью все верующие чувствуют одно. Крещение – это праздник, который объединяет православных людей по всему миру. И неважно, что это – это Феогдон, Нева, либо это Иордань. Как бы, православные люди по всему миру объединяются в этот праздник прекрасный. По окончании литургии – традиционный крестный ход к реке Феогдон. Здесь и место для крещенских купаний. Архиепископ Аланский и Владикавказский Герасим, произнеся молитву, совершил чин великого освящения воды. Окунуться в купель и тем самым обновиться. Народная традиция прочно укоренилась. 2000 лет назад Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Сердечно поздравляю всех жителей нашей республики с этим очень любимым нашим народным праздником – крещением или богоявлением Господним. Иисус Христос пришел на Иордан. До этого он был известен народу просто как простой плотник, сын Иосифа. Никто не знал его о божественном происхождении. Но вот теперь он приходит на Иордан. И Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, который в это время крестил множество иудеев на Иордане, показывает на него и говорит – это агнец Божий, который пришел взять на себя грехи всего мира. К месту купания верующие приходили до самого утра. Сотрудники МЧС развернули пункт обогрева, а на месте дежурились спасатели, медики и пожарные. Крещение Господне или богоявление – один из главных православных праздников. И каждый в нем находит свой глубокий смысл. Лидия Цехилова, Артур Дудаев. Специально для программы «В итоге». В прошлом году в республике отремонтировали 79 многоквартирных домов. В этом планируют еще 60, в том числе с заменой лифтов. Борис Джанаев поручил реализовать программу на 100%. Особое внимание – платежной дисциплине. Руководитель Кабмина отметил, профильным ведомствам нужно усилить разъяснительную работу с жителями. Также на совещании обсудили обслуживание многоквартирных домов и работу управляющих компаний. Обеспечить контроль за своевременным и качественным проведением капитального ремонта в многоквартирных домах. Проводить разъяснительную работу с жителями о необходимости уплачивать взносы за капитальный ремонт. Министерству ЖКХ топлива и энергетики обеспечит контроль по вопросу увеличения числа объектов, участвовавших в программе по замене лифтов. Госжилнадзору провести ревизию многоквартирных домов с целью включения их в программу капитального ремонта общего имущества. Хорошая новость для автовладельцев. В России продлили срок действия водительских удостоверений. Постановление правительства вступило в силу 28 декабря прошлого года и действует только на территории страны. При этом дополнительные правки в документах не требуются. Напомним, в 2022 году такую меру уже предпринимали. Тогда премьер Михаил Мишустин уточнил, это поможет россиянам снизить административную нагрузку, в том числе и для бизнеса. Срок действия водительского удостоверения, который стекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлевается на три года с момента его окончания. Практически завершили демонтаж, частично разобрали старые опоры. Мост между Нагиром и Михайловским продолжают реконструировать. Сейчас строители проводят буровые работы. Для удобного доступа даже пришлось на время изменить русло терека. По плану все должно быть готово уже в этом году. На объекте восстановят коммуникации, газовую, водопроводную и канализационную трубы. Также на мосту длиной 136 метров установят освещение. Полная разборка идет существующих опор. Всего опор 6. Частично мы уже разобрали вторую, третью, четвертую. На данный момент мы сейчас производим буронабивные сваи, третьи опоры. После третьей опоры будем переходить на четвертую опору. И в дальнейшем будем производить уже выход наверх, будем производить ростверки. Будем объединять вверхи свай и потом на них будем устраивать стойки. Важное событие для всего Алагирского района. Дом культуры «Комсомолец» два десятилетия нуждался в реставрации. Теперь ему буквально подарили новую жизнь. По нацпроекту «Культура» здание реконструировали полностью. Официальное открытие совсем скоро. Моя коллега Алена Агаева с подробностями. Детского смеха и музыки здесь не слышали уже давно. Здание построили в 1948 году. Последние 20 лет оно было в запустении. А в 2017-м «Комсомолец» вовсе закрыли. Отреставрировать его летом прошлого года поручил глава Сергей Миняйло. С работой справились срок, но не обошлось без трудностей. Монолитные перекрытия пришли в негодность. И пришлось скорректировать проект и повторно заходить на экспертизу. И это добавило своей сложности в плане исполнения контракта по срокам. Полная реконструкция. Заменили все. Кровлю, проводку, окна, двери. Провели отделочные работы. Заменили отопление. Мы построили новое здание. В лагере этого давно ждали. Рассказывают специалисты. Мы с нетерпением ждем открытия этого Дома культуры, чтобы проводить там время с друзьями. Просто отдыхать. Показывать свои таланты. На реконструкцию и техническое оснащение выделили 75 миллионов. Кинотеатр, основной зал, кабинеты и гримерка. Есть раздевалки, душевая кабина, туалетные столики. В холле будет уютный буфет. Зал кинотеатра «Сердце Дома культуры». Здесь будут показывать фильмы и проводить концерты. Звуковую, световую систему. Уже установили. Есть кресло и проектор. В лагере это уже не первый объект, который реконструирует по нацпроекту «Культура». Все готово, говорят специалисты. Здесь всегда было многолюдно. Приходили смотреть кино, танцевать и просто отдохнуть. Так будет уже в этом году. Совсем скоро Дом культуры примет первых гостей. Алена Агаева, Артур Гоглоев. Специально для программы «В итоге». В регионе успешно реализуют проект «Единая Россия. Комфортная городская среда». Благодаря народной программе в порядок привели десятки дворовых территорий. И еще столько же предстоит сделать. А в некоторых случаях и переделать. На неделе партийцы проверили, какие условия для маломобильных граждан есть в многоквартирных домах. Нарушения нашли. Слово Томиле Кцоевой. Дом на улице Зангиева, 55, построили совсем недавно. Здесь создали условия для людей с ограниченными возможностями. Но проблемы, как оказалось, есть. Пандусы не соответствуют нормам. Слишком большой угол наклона. Маломобильные не могут попасть в подъезд без посторонней помощи. Мы же говорим о том, чтобы доступность была у каждого человека. То есть я должна самостоятельно по нему подняться. Да, красиво сделано. Коруч не соответствует. Все соответствует. Угол не соответствует. Я думаю, что угол нужно удлинять. А еще в здании есть парковка и лифт, который помогает до нее спуститься. Все бы хорошо, только вот дом построен на набережной. И по проекту предполагалось, что лифт для людей с ОВЗ будет спускаться прямо к берегу. Но при постройке что-то пошло не так. У человека на инвалидной коляске возможности спуститься на набережную нет. То есть если с паркинга заезжать и все, во двор я не смогу выехать, на набережную я выехать не могу. Это уже готовый дом. А вот на улице Макаева дом еще не готов. Но по плану там предусмотрены электроподъемники и пандус. С последними дела обстоят не очень. Застройка в районе однотипная и пандусы установят такие же, как в соседних зданиях. Мы уже увидели сданный дом, где опять-таки пандус не соответствует норме. Норма должна быть 7 градусов. Там угол соответствует 45 градусам. То есть это не пандус. Это делается для галочки, чтобы дом был сдан. Мониторинг провели по проекту «Единая страна. Доступная среда». Активисты совместно с представителями Министерства строительства и архитектуры и Жилстройнадзором передадут всю информацию в контролирующие органы. Мы дружим с прокуратурой. Они у меня очень часто бывают на работе со своими вопросами. Они как бы плечом к плечу. Вот для них есть работа. Пусть прокуратура сейчас проедет по весенней улице и просмотрит все те новые магазины, торговые точки, какие-то салоны, какие-то детские развлекательные центры. Пусть посмотрят, есть ли где-то там норма. Весной единороссы снова проведут мониторинг, проверят, как реализуют проект в других многоэтажках, а заодно убедятся, что все нарушения устранены. Тамила Акцоева, Диана Кабалоти. Специально для программы «В итоге». Сейчас небольшая реклама, после продолжим выпуск. Мы продолжаем выпуск. Сегодня в России отмечают День аспиранта. Профессиональный праздник ученых, чью работу невозможно переоценить. Специалисты в самых разных областях делают все новые открытия и совершенствуют то, что уже известно науке. В этом научно-исследовательском центре изучают различные органические реакции. Создают новые методы получения соединений из возобновляемого сырья, в частности фурана. Такие элементы можно использовать как красители, пластмассу и не только. В центре работают пять человек, в том числе молодые ученые и аспиранты. Таймур Асмакоев здесь больше четырех лет, говорит, химии всерьез увлекся в школе. Идти в науку дальше помогла поддержка учителя. В аспирантуру решил идти, потому что, наверное, был довольно долгое время уже ориентирован на научную карьеру. Был интерес к проведению научных исследований разного плана. И это поспособствовало тому, что решил продолжить обучение после магистратуры. Сразу же поступил в аспирантуру. Нам создают все условия для того, чтобы мы работали настолько хорошо, насколько это возможно. Руководство вуза нас всячески поощряет, идет нам навстречу. И с поддержкой руководства вуза мы можем проводить наши исследования. Команда фактически синтезирует ранее неописанные вещества и ищет новые реакции. Трудится сообща. Для аспиранта важна поддержка, опытный наставник, который направит и подскажет, а еще задаст темп исследованию. Нами были разработаны методы получения некоторых даже биологически активных соединений и природных соединений. Также имеются несколько патентов по разработке этих соединений, которые являются также новыми. Сами методы являются оригинальными. И соединения ранее не были получены, можно сказать, в мире. На счету центра несколько патентов. Работу планируют развивать. Говорят, исследовать сырье можно практически в неограниченных масштабах. В ближайшие два года, даймуразу, предстоит защитить кандидатскую диссертацию. Дальше аспирант пока не заглядывает, но точно знает, останется в республике, дома и будет проводить исследования и искать новое. Алана Томаева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». В республике уже больше трех лет работает IT-куб. И его популярность среди школьников только растет. Они все чаще дают предпочтение IT-технологиям и связывают с ними свою будущую профессию. А особо талантливые ребята даже начинают зарабатывать благодаря навыкам, приобретенным в IT-кубе. Все подробно расскажет моя коллега Алена Агаева. Хотелось бы, как Дуров или Цукинберг, стать таким же гением в программировании. Я писал, мам, Суров делает все, чтобы достичь амбициозной цели. Найти технологиями парень заинтересовался в 12 лет. Как сидеть и увлекался компьютерными играми, а потом решил, почему бы не создавать свои. Попробовал и получилось неплохо. Сейчас уже зарабатывает первые деньги. Заказы я обычно выполняю на разработку игр на фриланс-площадке. И как раз на фриланс-площадке мне периодически приходят разные заказы на разную сумму. Просто сделают разные механики, доработки играм. И так постепенно зарабатывают деньги. Создавать приложение писал научился в IT-кубе. В школе есть все необходимое для развития. Специальные классы, электрические доски, современные мощные компьютеры. Дети изучают программирование, робототехнику, графику, 3D-моделирование и виртуальную реальность. В IT-кубе есть и шлем виртуальной реальности. Используют его для тестирования приложений, которые ребята создают сами. Шлем подключают к компьютеру и проверяют работу игры. А после она доступна для скачивания. IT-куб работает уже четвертый год. Каждому смогли подобрать направление по душе. Сначала изучают теорию, а после переходят к практике. Здесь занимаются ребята от 8 до 18 лет. Сложность программы зависит от возраста. Здесь мы узнаем об устройстве компьютера, об программах, которые нам могут понадобиться в будущем при нашей работе. И которые, в принципе, могут понадобиться для каждого человека. С каждым годом все больше выпускников выбирают ЕГЭ по информатике. Всем давно понятно – за программированием будущее. Конкуренция большая, поэтому сдавать экзамен становится только сложнее. В школе «Диалог» предмет изучают углубленно. Упор делают на практическую часть. Увлечение детей дополнительным образованием, занятием, будь то IT-технологиями или еще чем-то, конечно, играют важную роль в выборе будущей профессии. И в том числе, конечно, при выборе предметов, по которым ребята будут сдавать в будущем ОГЭ и ЕГЭ и выбирать специальности для поступления в высшее учебное заведение. Будущее уже наступило. Сейчас невозможно представить ни одну отрасль экономики без IT-технологий. Они обеспечивают прогресс и постоянное развитие. Специалисты уверены – перспективы у молодежи без преувеличения огромные. Нужно лишь помочь ей полностью реализовать свой потенциал. Алена Агаева, Лан Суанов. Специально для программы «В итоге». История о том, как преданность своему делу можно пронести через всю жизнь. Воспитатель детского сада из Михайловского попала в Книгу рекордов России. У нее самый большой непрерывный трудовой стаж в стране – целых 60 лет. Раиса Маргиева так любит свою работу, что никогда и не думала ее оставлять. С секретами воспитания малышей педагог поделился с Аланой Томаевой. Попоем? Я колобок, колобок, по сусилкам ведем, по амбару скрипем. Привлечь внимание у маленьких детей – задача не из легких. Когда хочется прыгать и бегать, ребята с интересом слушают воспитателя, отвечают на вопросы и подпевают. Раиса Петровна, как никто другой, умеет найти подход к малышам. В профессии без малого 61 год. Даже попала в Книгу рекордов России в номинации «Наибольший непрерывный трудовой стаж воспитателя детского сада». Говорит, все просто – любовь помогает справиться с любыми сложностями. Если детей не любишь, тебе делать нечего. Ни в садике, ни в школе. Я так думаю. Так как я люблю детей, они у меня как родные все. Вот у меня один плачет, я говорю, так, хей-так, а ну сделай умное личико. Он сразу вот так покажет мне и все, и замолчит. А другого успокоишь или куклу предложишь, или еще что-то. Вот такой подход, к каждому отдельный подход. С Рейсой Петровной дети не скучают. Познают основы математики, изучают осетинский язык и даже занимаются физкультурой. Каждый день обязательно гуляют. На свежем воздухе лучше узнают окружающий мир, особенности времен года, растений и животных. Не забывают играть. Здесь Рейса Петровна даст фору молодым коллегам. Педагог уверен – личный пример – лучший способ воспитать. Говорит, дети сильно изменились. Раньше они лучше слушали старших, умели усидеть на месте и были внимательны. Рейса Петровна уверена – дело в том, что и родители кардинально изменились. Вот родитель даст телефон – иди, иди, сиди, лишь бы он не мешал. А я, например, против этого, чтобы целый день в компьютере ребенок был и целый день не играл в телефоне. Это совсем не то. Я думаю, что минут 15-20 можно дать в компьютере, в телефоне, но не более. В день не более. Лучше вон на воздуху иди, пусть гуляют. Я так думаю. Никаких секретов нет. Важно просто уделять внимание ребенку. Занимать его простыми, но полезными вещами. Рисованием, прогулками и разговорами. На равных. И учить быть самостоятельным. Годы работы показали – дети очень восприимчивы и наблюдательны. А еще всегда отвечают любовью на любовь. В этом Рейса Петровна уверена. Говорит, каждый день здесь, в окружении детей, для нее подтверждение. 61 год назад она выбрала правильный путь. Алана Томаева, Лан Суанов. Специально для программы «В итоге». Фотоловушка – лучший друг зоолога. Инструмент компактный, да и функционала меньше, чем в стандартной видеокамере. Зато можно без вторжения в личное пространство изучать животных, их образ жизни и следить за популяцией. Сейчас на территории заповедника установлены 40 таких приборов и собирают с них данные два раза в год. Почему так редко и какие уникальные кадры уже получили ученые, расскажет Дана Малышева. Инфракрасный датчик движения, вспышка инфракрасная, которая позволяет ночью снимать объектив. Она работает от обычных таких литийных аккумуляторов. В зависимости от того, какие съемки нам нужны, мы выстраиваем настройки. Она может снимать только фото, можно снимать только видео, либо может компоновать их. На каждое движение животного, будь то олень, волк, барсук, фотоловушка делает один-два кадра. Потом записывает видео. В Северной Осетии всего два зоолога, которые за 20 секунд ролика сразу понимают, что сейчас происходит с популяцией. Зарубик Дзуцев один из них. Устанавливает лесные камеры на территории заповедника. Сейчас их почти 40. Больше всех позировать любят медведи. Правда, после такой встречи с косолапым аппарат не всегда остается исправным. А изменить точку съемки нельзя. Нужно, чтобы каждый обитатель нашей республики, маленький или большой, попал в кадр. Научный сотрудник уже интуитивно понимает, где зверь точно пройдет и попадет в фотокапкан. Фиксирует место по GPS-координатам. Главное, чтобы не было пересвета. Остальное – дело техники. Тоже опять поставили на гребни совсем недавно. И не обратили внимания на растительность, которая растет рядом, прямо перед фотоловушкой. Это, к нашему счастью, оказалось меточное дерево медведей. Оно тоненькое, наверное, с мою руку. Ты бы никогда не подумал, что это будет меточное дерево медведей. А каждый мимо проходящий медведь сочел нужным встать и поставить свою метку. Они там вставали, чесались от него. Эти скрытые камеры цвета хаки позволяют наблюдать за хищниками и не вмешиваться в жизнь леса. Причем максимально эффективно, если аппарат не снимет ничего лишнего. Например, трепещущую на ветру ветку дерева. Проработать китайская техника может до года. Фотоловушки в Цельском заказнике, Северо-Осетинском заповеднике и Национальном парке Алания используют с 2014 года. Ловили тогда только краснокнижных зубров. Главная проблема фотоохоты с того времени совсем не животные. Браконьеры забирают технику, а вместе с ней на флешках гигабайты информации. Только в прошлом году украли три. Съемки браконьеров мы редко когда используем. В основном наши фотоловушки стоят для того, чтобы снимать зверей. Я оставлял записки в фотоловушках, что убедительная просьба не трогать фотоловушки, потому что мы остаемся без данных. Бывает обидно, что... Я уже не говорю, что мы проходим десятки километров к этим фотоловушкам, но ты приходишь в надежде, что там за полгода будут данные, а ты приходишь и там ни данных, ни фотоловушки. И это мешает нам в нашей работе. И поэтому было бы хорошо, если бы до браконьеров дошло то, чтобы они их не трогали. Мы используем их только исключительно в научных целях. Проверяют, что получилось поймать на фотоловушке зоологи два раза в год. Весной и осенью. Зимой следы на снегу выводят браконьеров прямиком к дорогостоящей технике. Заснять удалось всех животных, кроме символа Северной Осетии. Преднеазиатский леопард никогда не попадал в кадр. Это цель Заурбека Дзуцева на 2024 год. Архив заповедной Осетии Алании выкладывают в социальные сети. Чтобы изучить повадки животных, на каждом фото и видео есть время и дата. Возможно, вот так, своими глазами. Увидеть можно будет и любимца гор. Дана Малышева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». К празднованию 240-летия со дня основания Владикавказа Республика готовится масштабно. Череда юбилейных мероприятий, можно сказать, уже в разгаре. И одно из них – конкурс на рецепт фирменного торта «Владикавказ». Суть в том, что он должен быть оригинальным и, как планируют организаторы, стать вкусной визитной карточкой города. Сейчас кондитеры создают рецепты и дизайн десерта. Когда работы представят жюри, узнавала Алана Тумаева. Над рецептом работает вся команда. Здесь важно мнение каждого, говорит кондитер Валентина Жредова. Анализируют предпочтения, вкусы большинства посетителей, друзей и знакомых, изучают классические десерты. Ставят задачу, сделают торт, который понравится абсолютно всем. Неприторный, с характерным узнаваемым вкусом. Торт «Владикавказ» должен стать одним из символов нашего региона. Рецепт и дизайн все еще в разработке, но основа уже есть. Шоколадный бисквит – это будет ореховый бисквит. Крем сложный, там и будут и пролине, и сливки. Японцы говорят, что нужно каждый день съедать кусочек шоколада. И в то же время орехи тоже полезно. Ну вот на завтрак, если съесть такой вот кусочек тортика, шоколад, орехи, орехи там и миндаль, и грецкий орех, там и кишью, очень сборный такой, богатый тортик будет. Принять участие может любой желающий. Опыт и квалификация не важны. Главное – любить готовить десерты. Конкурс проводят в три этапа. Первый – заочный, он уже завершился. До 15 января участники готовили торт. Процесс подробно записывали на видео. Следующий этап – очный. До него допустят прошедших отбор. 22 января они представят десерт на дегустацию профессиональному жюри. В финал выйдут трое. Победители выберут жителей республики. Нужно будет заполнить заявку на специальном сайте. Каждый может пройти онлайн-голосование и тестирование, зарегистрировать себя экспертом общественного мнения. И первые 240 зарегистрированных граждан нашей республики станут дополнительно оценивать на последнем раунде победителя, выбирая его вкусовым и внешним диапазоном. Третий раунд будет проходить масштабно в общественном месте в центре города. Это будет не только профессиональное детище, но и праздничное. Конкурс приурочили к празднованию 240-летия со дня основания Владикавказа. У АМС несколько задач. Раскрыть таланты и способности кондитеров, привлечь жителей города к совместному творчеству, а главное создать узнаваемый и любимый продукт. Нам бы хотелось, чтобы этот торт стал не просто какой-то разовой такой акцией, а этот торт стал бы визитной карточкой города Владикавказа, чтобы помимо осинских пирогов в осетии приезжали попробовать торт Владикавказ. И этот рецепт, он будет в свободном доступе для любого кондитера. Соответственно, любой желающий, любой бизнес может выпекать этот торт и продавать этот торт. Победителя ждет приз – 240 тысяч рублей. Администрация города планирует сделать для жителей республики настоящий праздник. Отметят финал вкусно и с размахом. Алана Томаева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». Это были все новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.